Здравствуйте! Грыжа – частое осложнение после стерилизации у кошек. О том, почему она появляется и как понять, что она возникла у животного, мы спросили у нашего друга – консультанта Сергея. Смотрите до конца, в конце видео расскажем об акции с крутыми призами. Участвовать и победить может каждый. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и первыми получаете уведомления о новых видео. Если мы говорим о грыже после стерилизации, то она представляет собой выпадение внутренних органов из брюшной полости под кожу. Мышечная ткань в месте операционного разреза ослабляется и шов и вовсе расходится. Образуется грыжевое кольцо и через него под кожу выпадает кишечник, печень, а также часть жировой прослойки животного. Первое – это невнимательность хозяев к питомцу после операции. Хозяева не замечают, а кошка под попоной уже разгрызла и сорвала все швы. Или, например, упала с подоконника еще не до конца, выйдя из наркоза. И как итог возникает грыжа. Второе – это возраст. Грыжа часто возникает, если оперирует питомца пожилого возраста. Третье – это ошибка хирурга. К сожалению, врачи тоже люди и они тоже могут ошибаться. Врач может неправильно наложить шов или использовать некачественный шовный материал. И как следствие, после этого хозяева тратят время и деньги на лечение грыжи у питомца. После стерилизации на месте шва у кошки образуется припухлость. Но если мы говорим о грыже, то эта припухлость начинает разрастаться до размеров грецкого ореха или даже апельсина. При пальпации новообразования чувствуется, что под кожей перекатываются внутренние органы. Прощупывайте грыжу осторожно, чтобы не навредить животному. И как можно скорее обращайтесь к ветеринарному врачу. Точный диагноз грыжа может поставить только специалист ветеринарной клиники. Лечит грыжу только в условиях ветеринарной клиники. Самостоятельно избавиться от заболевания невозможно. Для лечения грыжи врач проводит операцию под общим наркозом. Делает надрез, через который вправляет внутренние органы кошки обратно, а потом накладывает швы. В идеале, чтобы избежать появления грыжи, не делайте операцию, которая может ее вызывать. Проще говоря, не кастрируйте без показаний. Многие спрашивают, за кастрацию ли я? Да, я за кастрацию. Но для того должны быть веские причины, показания по здоровью кошки. Просто так удалять здоровый орган не советую. Природа такого не прощает. Если животное здорово, советую вам использовать средства консервативной котроцепции. В их основе заложена идея приблизить состав препарата к природному соотношению половых гормонов. Препарат действует на организм физиологично и мягко. Таким средством, например, является секс-барьер. Кошки годами принимают контрацептив и хорошо себя чувствуют. Не верите? Смотрите ссылку на результаты исследований в инфобоксе. Недавно закончились двухлетние исследования секс-барьера на эффективность и безопасность. В итоге ученые пришли к выводу, что препарат помогает решать все проблемы половой охоты у кошек. А результаты осмотров и анализов подтвердили, что все кошки участники эксперимента здоровы. Друзья, это все, что мы хотели рассказать вам об опасном заболевании после операционной грыжи у кошек. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, отвечаем каждому. Если видео было вам полезно, поставьте лайк. Как и обещала в начале ролика, напоминаю, что в честь дня рождения препарата секс-барьер продолжается акция. Каждый месяц мы разыгрываем 15 призов. Ставьте на паузу и смотрите, что нужно сделать для участия. Ссылку на подробные условия акции ищите в инфобоксе. Участвуйте и убеждайте. Желаем вам удачи. До свидания.